друзья всем привет это видео я получил сегодня на свою электронную почту прежде чем я его прокомментирую я хочу чтобы посмотрели что на нем происходит и в очередной раз вместе со мной разобрались с ситуацией добрый день я Я отошел, когда вы переписываете под данные, я отошел и руками лун, не трогай. Выши на биткор, ясно? Молодой человек, я не подхожу и разговариваю. Ваша фамилия, представьтесь, пожалуйста. Вы меня отталкиваете, представьтесь, я к вам обращаюсь. Я не вижу вашу фамилию, можно, пожалуйста? Я обращаюсь. Можно к вашему подойти напарнику, да? Разрешайте? Я к вам... Сейчас еще вызовем патруль один. Десять восемьдесят один. Молодой человек. Переписывать ваши данные они никуда не могут. Они вот сейчас переписали на листочек, они сейчас будут составлять постановление. Тут вы, я видел, наблюдал, вы включили правый поворот, типа на заправку. Вы не правы в любом случае здесь. Будете? Он неадекватный. Почему я не прав? Ну, вы в любом случае нарушили правила дорожного движения. Это не человек, понимаешь? Ему не докажут, что ты хотел повернуть. Можно поворачивать за пятьдесят метров. Я уже вам предъявлял. Предъявить, будь ласка, предъявление, что вы не переписали. Шановный, я буду вимушен. Я буду вимушен доставить вас. Я за выключу для самого дюйма. Я вас еще раз попереду. Вы пишете бодикам? Спросите, пожалуйста. Я буду представлять интересы этого молодого человека. Я вас еще раз попереду. Я вам предъявлял. Ему и вам. Для установления особи, а также для складания админатериалов. Я буду вимушен доставить вас до баллонского управления полиции. Третий раз попереду. У вас на камеру зафиксировано? Я буду засосовывать козыщников. Спросите, зафиксировано на камеру? Я вас шерез попереду. Но он неадекватный. Он сейчас может баллон применить. Давайте вызовем под... Я вас шерез попереду. Он отразует... Руками уберите, уберите, пожалуйста. Руку. Что делать? Ты что, неадекватный или что? Посмотри. На живот! На живот! На живот! На живот! Что это творится? Видели? На живот! Просто они, блядь, оформляют этот самый... Посотри. Нарушил, блядь, полосу, блядь. Это неадекватный человек. Посмотрите на него. Ну так снимайте, наверное. Я снимаю все, снимаю. Алло, добрый день. Пожалуйста, под... Экипаж на улицу Елены Телиги, заправка Авиас Плюс. Заправка на Телиги, как подниматься наверх на Дорогожича. Синяя. Это... Это... Ну, уже пересечение Подольского, наверное, начало Подольского района. Сейчас, секунду. Номер... Скажите, я тебе на Телиги. Сколько у вас? Номер? 61А. Они избивают его. Просто бьют номер патруля 1081. Представится, никто не захотел. Меня начинают тоже бить. Я заявляю. Вы вызывайте. Авиас Плюс. Плюс. И вот просто избивают. У него уже кровь. Еще вызывайте, пожалуйста, сюда скорую помощь. Все. Все, спасибо. Все нормально. Все нормально. Я не слышу. Я не слышу. Молодой человек. Да. Это и вообще не знает этого человека. Я просто в полносе. Погодите. А машину забирать будете? Они не имеют права. Нет. Они не имеют права эвакуировать. Ну, не надо, чтобы на колонке не сея. А все остальное, ну, это ж такое. Вас человек просит заправших. Давайте ее отгоним, наверное, куда-то. Попросили убрать машину. Куда ее девать? Вы слышите? Откройте, пожалуйста. Я с вами. Человек нормально просит. Я не могу. Съездка за термо. Я вам верю. Давайте решим этот вопрос. Сейчас дождемся патруля. Патруля. Мы сюда вызвали еще один патруль. И скорую помощь. Иду, свицы. Сейчас. Стой. Иду туда, оставь. Продолжение следует. Что я тебе говорю? Открой. У человека там... Открой окно, пожалуйста. Я обращаюсь к вам. У человека документы, ключи, деньги в машине закрыты. У вас все здесь? У вас травмы есть? Травмы. Вызвали сюда скорую помощь. Посмотрите, у него нос кровь идет. Куда вы его везете? Я вызвал... Послушайте, можно с вами подчаться? Выйди, пожалуйста, с мужчиной. Меня зовут Владимир Олегович. Я представляю права этого человека. У вас все документы? Нет. У нас было устное соглашение. Я сказал, вы не против? Он сказал, нет, не против. Зафиксировано все. Ну, это реально неадекватное поведение было, когда человек просто кидал. Я наблюдал, но это не по-человечески было. Даже со стороны не полиции. Сейчас вызвано... Попросили ожидать... Я говорил, что вы попросили. У нас есть... Ну, не трогайте руками, пожалуйста. Висать сзади, встаньте. Висать сзади. Посмотрите, ну как. Присаживай сзади. Попросили ожидать. Я вас прошу, можно, нет? Куда вы... Можно ваш номер телефона? Номер телефона. Откройте окно, пожалуйста. Открой окно, я тебе сказал. Ты что, неадекватный? Друзья, ну что, после просмотра видео, давайте теперь вместе с вами попытаемся разобраться, что же все-таки происходило, что же это такое. Да, мы с вами увидели на записи, что есть два патрульных, которые ведут диалог с водителем, который якобы нарушил. Есть активист, который пытается помочь, подходит к полицейским. Полицейским не нравится, как обычно, что в их действия святые вмешивается человек с камерой. Они грубо его отталкивают. То есть, меня вот на этом этапе, я когда смотрел это видео, уже на этом этапе я понял, что что-то здесь не то. Тем не менее, активист выполняет требования полиции, хотя требования, по моему мнению, какие-то очень уж сомнительные. Патрульный полиции определяет, как он сам выражается, зону составления административных материалов. Определяет ее, определяет расстояние, на которое нельзя к нему приближаться. Не знаю, где они вообще набрались вот этих вот манер. Но суть не в этом. Активист не спорит с ним, он отходит. Да, мы видим, что человек этот стоит, водитель стоит с документами, что активист делает замечание, что нельзя переписывать данные на листочек. Вообще, я хотел бы на этом моменте остановиться детально. Я очень много раз с Виталиком встречал и гаишников, и полицейских. Очень много раз была ситуация на дороге, когда нас останавливали. Когда подходил гаишник или полицейский, высказывал требования предоставить документы, указанные в функции 2.1, да, это свидетельство о регистрации, водительское удостоверение. После чего он очень вдумчиво напрягал свой мозг, смотрел, читал, проверял эти документы. После чего он удалялся в автомобиль, решал выписывать постановление или протокол административный, возвращался с документами и требовал предъявить ему еще раз для составления административных материалов. Мне всегда было интересно, зачем делать эту первую проверку, абсолютно дебильную, по моему мнению, мнению, которое не приводит к никакому результату. Вы остановили водителя, вы знаете, что он нарушил. То есть вы априори, в принципе, должны уже принять для себя решение, что дальше будет с этим водителем. Ведь наличие или отсутствие документов, по большому счету, не влияет на то, что водитель до этого совершил. К примеру, если вы проехали на красный свет, наличие или отсутствие водительских прав в данном случае на решение инспектора первоначальное влиять не должно. Вы нарушитель в первую очередь. Если у вас нет у собой каких-либо документов, это уже другая история, она только усугубляет ваше положение, но никак наличие этих документов его не смягчает. В данном случае то же самое. Документы проверили, переписали на бумажку информацию. Непонятно, опять же, я всегда боролся с этими бумажками. Куда эти бумажки потом попадают? Для каких целей это переписывают? Неужели инспектора полиции настолько недалекие, что не могут запомнить имя, фамилию и отчество человека с годом рождения, чтобы буквально сделать три шага до автомобиля и пробить это по рации, раз уже не хотят это сделать? Для чего это записывать? Если уж вы хотите записать, берите административный протокол, заполняйте шапку. Вы так и так уже приняли решение наказать этого водителя. Зачем тянуть, зачем тратить время водителям? В данной ситуации произошло именно это. Инспектора полиции не удосужились внести информацию в административный протокол, куда они должны внести ее по закону. Водитель благополучно, пока они выясняли его личность и решали, что с ним делать, проследовал на кассу автозаправочной станции, заказывал то, за чем он приехал, топливо. К нему подошел активист. Короткий разговор дает нам понять то, что водитель, по мнению активиста, действительно нарушил. Из пояснений, которые я получил, это водитель заехал на заправку, при этом пересек линию для полосу для движения общественного транспорта. За это и был остановлен. Водитель как бы не согласен с этим нарушением, активист ему говорит, что это все же нарушение. Но дело не в этом. Дальше подходит инспектор полиции, который требует опять ему предъявить удостоверение, на что, в принципе, по моему мнению, он получает резонный вопрос. Для чего? Я же вам только что это показывал. Сколько мне надо держать это удостоверение у вас перед носом? Сколько? Объясните мне. То есть, по моему мнению, это просто какое-то издевательство, когда патрульный полиции говорит, что вы будете держать его столько, сколько нужно. Этого не было в этом видео, но зачастую так у нас и происходит. То есть нас заставляют с этим удостоверением вот так вот сидеть и держать его. После этого происходит вообще непонятная вещь. Патрульный полиции почему-то решает, что после третьего предупреждения, назовем его китайским предупреждением, он имеет право применить физическую силу. Физическую силу для того, чтобы доставить данного нарушителя для выяснения личности в райотдел, при том при всем, что две минуты назад он эту личность лично установил, когда документы эти смотрел и переписывал на листочек. Опустим этот момент. Допустим, он не может составить административный протокол, и водитель ему действительно препятствует этому и не показывает удостоверение. Допустим, почему инспектор полиции решает применить силу к нему? То есть где эта грань, когда сотрудник полиции имеет право взять человека абсолютно нормального, как мы видим на видео, который не конфликтует, который абсолютно не несет никакой угрозы, взять и бросить его зимой на землю, просто бросить, применить к нему физическое воздействие, будем так говорить, спецсредство. Кто дает им такой вправь, я не понимаю. При том, при всем, этого водителя волокуют натуральным образом к автомобилю, после чего раз уже вы уже ладно, вы уже этого человека скрутили, вот он уже все ваш, вы уже решили доставить его в райотдел. Почему просто не облокотить его об автомобиль, к примеру, не проверить, что у него в карманах нет никаких запрещенных средств, привлечь понятых каких-либо, чтобы зафиксировать, что у данного водителя нет ничего противозаконного, посадить его в автомобиль, они почему-то роняют его еще пару раз на землю возле автомобиля. Мне вообще невдалек, кто дает прав нашей полиции так обращаться с гражданами. У меня создается после просмотра этого видео глубокое впечатление, что наша полиция просто ненавидит свой собственный народ. Так обращаться с народом невозможно, даже если человек нарушил, даже если человек проехал, пересек какую-либо полосу, это не дает права ни одному из полицейских так с ним обращаться, даже если водитель не показывает ему удостоверение личности. Для этого абсолютно есть законные меры, для того, чтобы водителя установить личность, для того, чтобы его проводить в автомобиль, абсолютно нормально его туда посадить, и все, при этом водитель не оказывает никакого сопротивления. В общем, ребята, меня это абсолютно возмутило. Я хочу еще раз вернуться к вопросу. Вот у нас заканчивается год уже, мы целый год прожили с новой полицией. Вначале я был, скажу вам откровенно и честно, позитивно настроен к этим переменам. Я надеялся, я видел какой-то просвет в том, что наше МВД может измениться. Заканчивается год. Честно говоря, страшно представить, что будет в 2017 году, что нас ждет, что будет дальше из себя представить эта реформа. Поэтому, друзья, пишите свои комментарии. Очень важно знать, что вы считаете по этому поводу, кто был прав, кто виноват. Действовал ли, может, активист слишком нахально? Может быть, он мешал действительно полиции составить административные материалы? Может быть, это такая задача у полиции, просто народ запугать до такой степени, чтобы все эти документы без списка и без спора просто давали им сразу? Я не знаю. Пишите свои комментарии, высказывайтесь, пожалуйста, в максимально толерантной форме. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. До встречи.